Святослав Владимирович Сахарнов – известный детский писатель-натуралист, который своим творчеством покорил сердца миллионов читателей. Именно поэтому о нем будут помнить столько лет, сколько будут существовать его издания. Святослав Сахарнов родился 12 марта 1923 года в городе Бахмуте Донецкой области. Осиротел автор очень рано, его воспитывала старшая сестра. Святослав рос обычным ребенком, как и все мальчишки, гонял футбол, читал книги, бредил морем. Еще будущий мальчишка решил, что станет детским писателем. Как-то раз он пересказывал другу «12 тысяч лье под водой» Жуля Верна, и ему показалось, что это он сам сочинил. Святославу понравилось рассказывать истории, понравился произведенный на товарища эффект. Год от года решение стать писателем только крепло. Однако в 1940 году, после школы, Святослав решил ехать в Ленинград, чтобы сдать экзамены в Нахимовское военно-морское училище имени Фрунзе. Странно, что хотел стать писателем, а поступил в мореходку. Ничего странного, наоборот, стратегически разумное решение. Он понимал, что сначала ему нужно набраться впечатлений, опыта в какой-то сфере, чтобы было о чем писать, чем делиться. Будущего писателя успешно зачислили на первый курс. Однако он был разочарован первым плаванием, так как оно показалось ему совсем не таким, как он себе его представлял. Они плавали на маленькой шхуне учеба по небольшому Ладожскому озеру. Зато писателю нравилось, что на шхуне был настоящий парусник и высокие мачты. Что еще нужно было юноше для полного счастья? Писатель был всего лишь на первом курсе, когда разразилась Великая Отечественная война. Ленинград был окружен фашистами, начались жестокие бои. Молодых курсантов сразу же отправили на фронт. Уже осенью на втором курсе их эвакуировали на Большую Землю и отправили доучиваться в Баку. В 1944 году он снова попал на фронт, уже командиром торпедного катера. Сражался на Черном море. В 1945 году воевал с Японией на Тихоокеанском флоте. Однажды катер повредил винт, и писателя в водолазном костюме спустили на глубину, чтобы он этот винт починил. Но когда Сахарнов очутился под водой, увидел подводное царство, то даже забыл, зачем его вниз отправили. И у Святослава уже не было сомнений, о чем он будет писать. Уже после войны в литературном клубе Виталия Бианки Сахарнов пишет свой первый рассказ «Краб». А вообще Сахарнов занял в детской литературе морскую нишу. «Дельфини остров», «Там живут одни киты», «Морские сказки», «История корабля», «Подводные приключения», «Детская морская энциклопедия по морям вокруг Земли». Его книги знакомят детей с водной стихией через сказки, рассказы, энциклопедические данные. Святослав Владимирович принимал участие в экспедициях на Командорские и Курильские острова, на Кубу, в Арктику, Танзанию, Индию. Возвращался с новыми впечатлениями и заморскими сказками. Так появился сборник сказок, собранных со всего мира, сказки из дорожного чемодана. Какие-то сказки он пересказал своими словами, какие-то соединил, какие-то переделал. И в этот список естественно написанных сказок можно включить книгу «Гак и Буртик. Стране бездельников». В сказке писатель показывает, как можно бороться с ленью и бездельем, с юмором. Такой подход очень нравился детям, когда без назидательности. Книга «Повести о путешествиях» объединяет повести «Белые киты», «Дорога на Бугомойе» и «Осминоги за стеклом». Эта книга рассказывает о любви к морю и его удивительным обитателям, о далеких землях, о льдах и пустынях, о невероятных приключениях мореплавателей и путешественников, охотников и рыболовов. Вместе с ними читателям предстоит исследовать коралловые рифы, жаркие саванны, побережье, заполярье. Писатель показывает нам красоту животного и растительного мира, таких далеких друг от друга регионов Земли, но при этом не забывает писать о тех, кто живет рядом с ним, местных жителях, ученых, простых случайных знакомых. Каждый человек в повестях Сахарнова – интересная личность со своей изюминкой, хотя, конечно, главный герой его прозы – это природа. Белые киты северных морей, слоны и жирафы африканских заповедников, осьминоги Карибского моря и другие животные проходят перед глазами читателя, как живые. У каждого человека есть особое отношение к какой-то стране или к каким-то местам, потому что с этой страной или с этими местами связано для него что-то важное или однажды глубоко его поразившее. Для меня такие места – это север, приполярные леса, деревни Подвинеи, Пинеги, Беломорье. Объяснение этому искать недолго. Мой отец родом с Вологодчины, а предки его, выйдя когда-то из Новгорода, расселились по берегам Белого моря и род свой стали выводить уже оттуда. А еще меня с детства поразили удивительные рассказы о плаваниях утлых корабликов, кочи и логий, заполярный круг и студеное море. Поразила история архангелогородского мужика, ставшего академиком, и трагическая повесть о четырех поморах, заброшенных злой бурей, без оружия и провианта, на берег Шпицбергена и проживших там в дымной холодной избе без малого шесть лет. Ничто так не подавало семь бедным людям помощи, как доска, которую прибили к ним морские волны, и в которую был вбит железный крюк. Из найденного крюка сковали они сначала молоток, а потом при помощи его рогатины и стрелы. Сонными рогатинами приняли они намерение учинить нападение на белого медведя, которого и убили, и из жил его натянули тетиву на луг. В течение шести лет добывали они с помощью этих орудий оленей, черных лисиц и песцов. Невыдуманная эта повесть кончается тем, что один из поморов, самый малоподвижный, умер от сынги, а оставшихся спас случайный корабль. День, когда я смог побывать в Заполярье, наконец настал. После двухчасового перелета из Ленинграда в Архангельск мы пересели в другой самолет, двухмоторный и неустроенный, с жесткими металлическими скамейками, и тот, взлетев, лег курсом к полярному кругу. Я летел в город Низень, а оттуда должен был добираться в горло Белого моря на полуостров Канин. Воздушный наш путь тянулся над двинскими лесами, над рыжими болотами, синие путаницы озер. Земля была бесконечно однообразна и безлика, она напоминала коричневые и зеленые лужи, или неумело раскрашенный асфальт, на который смотришь из окна многоэтажного дома. И вот, наконец, после часа полета тряхнуло, самолет пошел вниз. Земля приблизилась, повернулась. Зелеными свечками побежали за окном елки. Завертелась река. Она заблестела, раздалась в ширину, берега поднялись. На воду упали спичечные плоты. Выскочила и задымила труба над крошечной лесопилкой. Самолет, почти касаясь крылом песка, побежал по речному берегу, заскрипел, задергался, остановился. Я вышел из кабины. Над рубленной избой аэровокзала метался полосатый конус. Перешел поле, скарабкался на бугор и замер. Сколько тут света и воздуха! Мизень – синий разлив, уходящий в море. Далекий берег с пестрыми невесомыми домиками. А справа и слева, за горизонт, поля, местами вспаханные, местами поросшие дикой травой. За ними, как паруса кораблей, серые, наполненные ветром крыши сараев. И вверху белое, едва тронутое кистью, небо. В нем длинные, растянутые ветром облака. Земля, недавно безразличная и плоская, вдруг стала исполненной красоты и смысла, стала близкой и понятной. Я узнал ее, северную страну, в которой никогда не был, но память о которой бережно хранил. Я вернулся на родину. Ветер, который протяжно дул с реки, подтвердил – это так. Святослав Сахарнов много писал о море и подводных приключениях. Он точно знал, что читатели оценят его произведения, особенно дети. Святослав Владимирович делал свои истории красочными, чтобы читателям было интересно, а не страшно. Он продумывал каждую деталь настолько тщательно, что практически все его произведения выглядели реалистично. Таким образом, Святослав Владимирович получил известность, о которой и не мечтал. Святослав Владимирович, Святослав, Святослав. Святослав, Святослав, Святослав Субтитры создавал DimaTorzok